Первая была медаль бронзовая, в том числе серебро, серебро. Следующий день, думаю, уже точно будет золото, но опять бронзовая. Не было ни одной, а теперь целых пять. Пять медалей на любой вкус и цвет у омского героя паралимпийских игр в Сочи Григория Мурыгина. Не теряя времени, спортсмен исполняет просьбу встречающих родных тренеров-журналистов примерить награды. Гриша с радостью соглашается. Перед стартом паралимпиады мячи верили в успех Мурыгина, но надежды эти были осторожными. Опыта участия в соревнованиях такого высокого уровня у 19-летнего спортсмена не было. А потому с самого первого старта за Гришу очень переживал весь город. И, как оказалось, не зря. Правительство Омского гостя и Министерства очень счастливы, что у нас есть спортсмены. Мы готовили их вместе с тренером. И сегодня мы рассматриваем вопрос. Уже в госпрограмму включен центр паралимпийской подготовки, который будет готовиться. Отдельно строится центр, где наши спортсмены будут тренироваться, будут готовиться. Но сегодня я хочу связать с таким тренерским составом, с такими ребятами, которые уже имеют огромный опыт. Я думаю, что подсказать. Сегодня уже Григорий знает, даже если есть кто-то из ребят, придет молодых, сразу правильно поставить тренировочный процесс и все, чтобы выиграть. Вот такой огромный опыт. Поэтому будем стараться, чтобы у нас к 16-18 году в Омске появился свой паралимпийский центр, где бы у нас ребята занимались и проживали в своем центре. Достижения Натальи Кочеровой и еще одной участницы паралимпиады оказались гораздо скромнее. На пьедестал почета она не поднялась, но все же показала лучшие результаты в карьере. Выступлением Наташа осталась довольна. Девушка уверена, ее медали еще впереди. Я сделала все возможное. Дальше будем стараться, чтобы медали были. Две недели тяжеляющих соревнований, встреча с президентом, многочисленные интервью и долгая дорога домой. Омские спортсмены очень устали, но при этом не скрывают улыбки. Несмотря на все трудности, они счастливы. Спать хочется. Уже в воскресенье 23 марта ребята уезжают на чемпионат России и, несомненно, вернутся домой с новыми медалями.